Друзья, всем огромный привет! Уверена, селёдку под шубой готовили многие, а рыбу под шубой готовили? Если нет, присоединяйтесь. У меня филе горбуши, картофель, горчица, обжаренный лук, майонез, сметана, сыр, помидоры, соевый соус, соль и немножко перчика с чесночком. Беру соевый соус, 2 столовые ложки, 2 столовые ложки сметаны, немножко горчицы, обыкновенные, чайная ложка, в общем, немножко соли, перчик. Всё хорошо перемешиваю и вот в этой заливке будем мариновать нашу рыбку. Можно кисточкой смазываться, зачем? Кстати, можно было вот в этот соус добавить столовую ложку сахара, но немножко промахнулось, так сказать. Всё. И вот в этом соусе у нас будет рыба мариноваться, где-то полчасика. Помидоры нарезаю не слишком тонко. Беру картошечку и нарезаю потоньше, чтобы она у нас хорошо приготовилась. Картошечку подсолим, добавлю перчик, чёрный молотый, немножко растительного масла. Нужно всё хорошо перемешать, чтобы наша картошечка вот эта была в растительном масле. Тогда в процессе приготовления она не слипнется. А если мы масла не добавим, то картофель в процессе приготовления слипнется. Это уже проверено. Сыр натираю на крупной тёрке. Можно использовать любой сыр, у меня голландский. К сыру добавляю майонез. Всё хорошо перемешиваю. Форму смазала растительным маслом. Выкладываю картофель. Сколько много сока, выделил картофель. На рыбку я выкладываю обжаренный лук. Кстати, можно было лук и не обжаривать. Но если мы обжарим лук, он же всё-таки имеет свой неповторимый вкус обжаренный, чем сырой. Отличненько. Чувствую, что-то будет интересное. Далее. На лук я выкладываю помидоры. На помидоры я выкладываю сыр с майонезом. Сыр с майонезом хорошо распределяю по всей форме. Друзья, можно, допустим, было на помидоры положить сначала майонез, а затем посыпать сыром. Но таким образом сыр будет в процессе приготовления суховатый. А так, друзья, он у нас будет мокрый, так как он у нас с майонезом. В общем, нормально. У меня всё готово. И вот этот шедевр кулинарии отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, где-то на час. Может быть, на час 10. Убираем. Блюдо готово. Рыба под шубой в духовке готовилась при температуре 180 градусов, час 10. Друзья, аромат на всю кухню. Будем пробовать. В общем, как я делаю. Смотрите. Беру вот таким образом. Аккуратненько. Какой аромат. Не передать словами. Вот такое у меня получилось блюдо. Порцию положу оператору. Какое блюдо! Не блюдо, а песня. Друзья, рыбка под шубой. По этому рецепту имеет свой неповторимый вкус. Картошечка получилась как пюре. Вообще. Хоть форму держит, но она просто тает во рту. Рыбка не сухая, а мокрая. Так как, то есть, сочно. Мы всё-таки её мариновали. И соевый соус, сметанка, горчица, перчик чёрный молотый с ароматом чесночка. В общем, вкусно. Поверх рыбки я клала лук обжаренный, помидор, сыр с майонезом. В общем, тема. Мы, допустим, готовим на праздничный стол или так, в будние дни, мясо по-французски. А вы попробуйте, приготовьте рыбку под шубой по этому рецепту. Кстати, рыбу можно использовать любую. Минтай, хекка, любую. Всё по нашему желанию и по нашим возможностям. Друзья, вкусно. Я вкус вот этого блюда передать не могу. Нужно только попробовать. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи пока. Ну, а мы будем кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok